Сегодняшняя история о новой игре, которая поражает мое воображение как самой механикой, как графикой, так и достаточно интересным отношением самих разработчиков и комьюнити, которая ценит и понимает это отношение. Игра называется Frost, мертворожденный. Я не знаю, играли вы в эту игру или нет, но та аудитория, которую мы видим в этой игре, сама по себе заставляет обратить внимание. Вот возьмем самых известных представителей этой аудитории, так называемых блогеров. Например, Карман. Карман. Он играет достаточно давно, но большую свою часть повествований в последнее время составляет какое-то нытье, то не то, это не то, да хорош, это же мертворожденный. Он не может быть то, он все не то. Надо понимать и играть. Или вот, к примеру, играю с донатом. Очень хороший пример. Человек понимает, что все не то, но все берет с юмором, с частушками, с какими-то черными шутками. Эдакий сарказм по жизни. Прям посмотрел, оценил и настроение плюс сто. Оно всегда хорошее, но смотришь на таких людей и просто плюс сто. Или вот, к примеру, борщ. Тоже отличный пример, отличный представитель нашего дружного комьюнити. Человек выпускает ролики в страдательном ключе. То есть, я смотрю и вижу какую-то уставшую девушку, романтическую музыку, умирающую в течение 10-15 минут песни. Ну, прекрасно. То есть, человек играет роль влюбленной жертвы. И данная тематика игры очень ему в этом помогает. Но самый, наверное, пожалуй, многочисленный срез аудитории и самый яркий их пример – это, пожалуй, самый известный блогер, я бы так сказал. Потому как у тех людей, которых я перечислил, ну, тысяча, две, три подписчиков. Уж простите, если кому сколько-то занизил. Но у этого блогера, у него 22 или 23, то есть, в разы больше. И зовут этого блогера Бекон Мазохист. И самое-самое топовое, самое то, что от него требует аудитория – это чтобы, почему я идиот, хренососил разработчиков. Все хотят, чтобы какой-нибудь имбецил максимально жестко, максимально как-то вот прям так люто хренососил разработчиков. Недавно даже Бекон Мазохист выпустил какой-то гайд по цветочкам. И люди ему пишут в комментариях. Друг, ты чего? Да где ты? Где разработчики? Где жесть? Где кровь? Где кишки? Зачем нам твои цветочки? Давай контент. Давай тот контент, который мы и разработчики заслужили. То есть, все это дает мне представление со стороны комьюнити, как все представляют разработчиков Фроста. И как все происходит на самом деле. Потому что, если мы говорим про реальную ситуацию, та работа, которая была сделана дизайнерами игры, та работа, которая была сделана гейм-девелоперами, которую делают программисты, это просто невозможно описать. Я не являюсь профессиональным игроком, но то, что сейчас есть на рынке, оно практически нельзя сказать, что сопоставимо с каким-то аналогом игры мертворожденной. По графике, по механизмам игры, то есть, все это дает игре определенную революционную составляющую. И это достойно восхищения, это достойно того, чтобы в него играть. Но та техзадержка, которая поддерживает эту игру, она просто создает общее мнение такое, знаете, вот любите вы ванильный зефир. И те люди, которые производят этот зефир, они не моют руки, они у них в говне. И вот вы едите свой зефир, он вроде зефир, он вроде ванильный, но с привкусом говна. И вы пишете письмо на завод, уважаемые производители зефира, пожалуйста, помойте свои руки, они у вас в говне. Ну, зефир имеет привкус говна, он такой классный, но с говном. А вам в ответ приходит небольшая бандеролька, вы открываете там мятные леденцы, и производитель говорит, уважаемый потребитель зефира, мы откликнулись на вашу просьбу и прислали вам мятные леденцы. Прекрасный мятный вкус отлично отбивает привкус говна. Будьте здоровы. То есть, ну, примерно вот такая ситуация происходит с мертворожденным. И когда возникает какая-то неприятная ситуация, и я хотел бы объяснить эту интересную вымышленную историю на примере одной вымышленной ситуации, получается очень интересная логика, когда вы, по сути, не участвуя в механизме каких-то ошибок, не создавая какой-то вредоносный контент, не обрушая сервер или что-то подобное, по факту получаете статус преступника, какое-то клеймо от тех задержки. То есть, в данном ситуации мы бы логику разработчиков представили очень простой схемой. То есть, донать, становись угрозой балансу игры, получай бан, начни заново донать. Очень интересная схема. И разорвать как-то этот порочный круг не представляется возможным, потому что вы виновны заранее. Если вы каким-либо образом, я не знаю, стояли рядом на локации, получили предметы, которые были созданы путем вредоносного ПО или каких-то противоправных действий, я, к сожалению, не специалист в этом вопросе, вы рискуете получить бан, и это будет отражено в истории вашего аккаунта, и в последующем к вам будет предвзятое отношение как к преступнику. Вы преступник, у вас был бан, вот вам еще бан, вот вам еще больший бан. И ничего нельзя с этим поделать. Никто не рассматривает вашу конкретную ситуацию. То есть применимой этой историей все люди в семье так или иначе получили предметы, которые, как оказалось, были созданы каким-то преступным путем. Все получили бан, причем пытаясь выяснить, собственно, причину, почему бан, почему бан именно по нарушению правил по использованию уязвимости игры «Мертворожденный». Ты получаешь ответ от тех задержек, что это связано с тем, что все было сделано автоматически, и они ничего изменить не могут, и вот так рекомендуем вам подождать. Но если вы не хотите ждать, мы можем удалить весь ваш прогресс, и вы можете начать играть заново. Очень любезно с их стороны. Вот это я понимаю сервис. Это то, к чему надо стремиться в каждой игре. И потом, когда ты пытаешься выяснить какие-то детали, получить какие-то разъяснения, вам сообщают, ну да, в целом вы невиновны, вы не делали никаких уязвимостей, вы не использовали никаких ошибок, но вы же раньше получали бан, и вы накопили столько всего, вы такой богатый, значит, вы торгаш. Если вы не торгаш, и если вы не использовали уязвимости, вы не можете быть таким богатым. Всего доброго. И все. И что хотите, то и делайте. Причем какая-то логика, когда с одной стороны тех задержка вам говорит, что в механизмах игры не запрещено передавать предметы между разными игроками, а особенно предметы внутри семьи. Механизмами игры запрещено использовать какие-то уязвимости. Механизмами игры запрещено продавать или покупать за реальные деньги. И в то же время, когда ты спрашиваешь, есть ли какие-то доказательства о продаже или покупке за реальные деньги, есть ли какие-то доказательства о том, что были использованы какие-то уязвимости, ответ либо отрицательный, либо ответа нет. То есть, с одной стороны, слово, что так играть можно. И у ряда достаточно известных игроков есть целые сервера. Например, у борща, там впрямую говорится, мы торгуем, там даже есть условная единица валюты. А условная единица – это уже деньги. И достаточно абстрактное понятие, что такое деньги. Рубли, доллары, полосы, евро. Но у тех задержки к борщу вопросов нет. А когда люди перемещают предметы, которые к вредоносному созданию, которых они имели никакого отношения и никакого знания, ну, играть в игру могут не только лишь все. И вот этот момент, конечно, огорчает. Вот это вот выражение после тщательного анализа, который настолько тщательный, что даже название в наименовании Бана противоречит сути Бана, тут, конечно, немножечко горит. То есть, ты получаешь ту самую эмоцию, которую наша аудитория, и, видимо, ради которой наша аудитория играет в эту игру. То есть, ну, немного грустно. Немного грустно, потому что взращивая ненависть к разработчикам, будущего игры какого-то в длительном контексте его не видно. То есть, люди жаждут крови. И самое, что печально, не крови по сюжету игры, мертворожденной, а крови разработчиков. И те люди, которые дают им эту кровь, эту хайп, они являются сильно, кратно, двухкратно, трехкратно более востребованными, чем та аудитория, которая пытается отыгрывать сюжет, которая пытается отыгрывать ПВП, которая пытается отыгрывать ПВЕ, которая пытается делать какой-то смешной контент. И вот это угнетает. Это действительно угнетает. И не хотелось бы заканчивать эту сказку на грустной минорной ноте, ноте вот этого нытья, когда вот все плохо, все умирает, все уже умерло, но не могло быть живым. И хотелось бы вынести какие-то предложения, которые бы оживили мертворожденного. В моем понимании какое-то реальное техническое решение наверное не существует, потому что в продолжении достаточно длительного периода ванильный зефир идет с привкусом говна. И руки мыть никто не хочет. Но, как мне кажется, те года поедания этого потрясающего десерта создали определенное давление в комьюнити, который играет в эту потрясающую игру. И это давление как-то надо спускать. То есть разработчикам как-то надо, не знаю, сделать публичные извинения. Извините нас, пожалуйста, что вот несколько сезонов подряд мы радуем вас привкусом говна. Разработчикам выпустить какое-нибудь видео, я не знаю. Наденьте костюм Бэтмена и нырните в надувной бассейн с грязью. Напишите себе на груди начальник отдела техподдержки и поставьте хэштег «Ем грязь за вас». Я вас уверяю, лично я и миллион моих друзей вам вместо одной звезды сразу поставит пять. Вот прям сразу пять. Потому что такие люди должны страдать по определению. Попробуйте, попробуйте как-то получить обратную связь от вашего комьюнити. Попробуйте получить что-то позитивное, какой-то юмор, какой-то отличный от страданий и гнева эмоцию. Создайте какой-нибудь ивент. «Уважаемые игроки, ваше плохое отношение не позволяет нам одеться в нормальные доспехи. У вас есть, я не знаю, простая одежда с броней 20, сделайте рваные обноски с броней 10, оденьтесь и побегайте по локациям. Люди поубивают вас. У них, им реально станет полегче на душе. Вот просто. Сделайте какой-нибудь пост у себя в группе, в ВКонтакте, в Дискорде, что-нибудь. Но вот это вот молчание, оно просто добавляет ведро говна в катку с повидлом. Всем добра, всех обнял. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok